Избрание первых диаконов Иудеи из языческих стран, многие из них были паразелитами, принявшими иудейскую веру язычниками, возраптали на евреев, что вдовицам из их числа достается меньше, чем еврейским. Тогда двенадцать апостолов, созвав множество учеников, сказали, нехорошо нам, оставив Слово Божие, заботиться о столах. Итак, братья, выберите из своей среды семь человек испытанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их мы поставим на эту службу, распределять даяние между нуждающимися. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. Все собрание одобрило это предложение и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили перед апостолами, а те, помолившись, возложили на них руки. Так совершилось посвящение первых диаконов. Слово «диакон» по-гречески означает «служитель». Несомненно, обязанности первых диаконов не ограничились заботой о столах. Вскоре они стали служить апостолам и при богослужении, и при учении, и при управлении церковью. Стефан был архи-диаконом, то есть старшим над избранными диаконами. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. Даже из священников очень многие покорились вере.